Конечно, мир ислама другой, чем мир христианства, но они живут на одной планете. Они живут на одной планете, и им надо находить какие-то общие точки соприкосновения. И эти общие точки соприкосновения есть. И ислам, и христианство одинаково говорят – не убей, не укради, не обмани. Ну, это же основа основ. Но недавно произошло событие, что какая-то исламская женщина, феминистка, то есть, которая борется за права женщин, за их свободу, сфотографировала себя обнаженной, ну, соски грудью закрыты, слава Богу. Обнаженный по пояс, и на груди, и на животе у нее написан текст, что мое тело принадлежит только мне и не представляет чью бы то ни было честь. Ну, хорошо, об этом можно спорить, говорить, хорошо, плохо, правильно, неправильно. Но можно спорить, но нельзя же брать топор и рубить голову за этого человека. Однако мусульманский лидер в своей фетве заявил, что за этот поступок Амину следует выпороть, а затем забить камнями насмерть. Вот эту студентку Амину Тайлер, которая поместила фотографию на своей страничке в Facebook. Ну, вот когда я думаю об исламе, о христианстве, я думаю о том, какие дикости происходят и с той, и с другой стороны. Ну, например, выбирать мисс Мира, то есть лучшую женщину в мире, по фигуре и походке, это же унижать женщину до лошади, это дико. Так же, как дико забить камнями девушку за фотографию и ее заблуждение. А может быть и не заблуждение. Это вопрос дискуссионный. Для меня, для европейцев, для европейцев это дикость. Почему? Потому что европейцы воспитаны на великих скульптурах Древней Греции, на современном искусстве. Мы понимаем, что обнаженное женское тело или мужское тело ничего греховного себе не несет. Просто это тело и больше ничего. Исламский же мир делает, что не было никакой Древней Греции, что это грех. Вот. Ну, и обращается к запретам Мухаммеда. Надо допомнить, что запреты Мухаммеда были огромное количество, чуть ли не тысячи, а может и больше лет тому назад. Для кого? Для жителей степей. А мы-то теперь цивилизованные люди, которые живут, проживают в городах цивилизованных. Так что все это было тогда и давно. И действительно, тогда, чуть приоткрытая женская часть тела могла погубить и хозяина, и хозяйку, и их детей, если гость был дикий, вооруженный, и численно превосходящий в семью хозяина. Запреты охраняли мир и жизнь всех тогдашних жителей. Но теперь-то все иначе. Теперь охрана жизни мужчины и женщины лежит на государстве, на полиции, на прокуратуре, на судах, на юриспруденции, на газетах, на телевидении, то есть на культуре общества. И человек уже не так одинок, как в степях тысячи лет назад. Он и так беззащитен. И поэтому нет нужды так бояться. Нет нужды и бояться дикости, потому что много изданных книг и фильмов, и все больше и больше количество людей все это смотрело и уже знают культуру Древней Греции, чтобы не бояться обнаженного тела. Но не только мусульмане делают ошибку касательно обнаженного женского тела, но даже Микеланджело делал ошибки. Он ошибался, например, одевая персонажей отца и рядом женщину и раздевая сыновей в картине «Жертвоприношение». Почему его в сценарии сидят голые на барана, как будто они с ума сошли. Выдерживая стиль, надо было быть последовательным. А когда одни раздеты, а другие одеты, это похоже на сумасшедший дом. Вот и планета наша похожа на сумасшедший дом. То в излишнюю распущенность впадая, эти пустые избрания мисс мира, синхронное плавание, демонстрирование мод, эротические порнофильмы, оскорбляют достоинства женщины, низводя и до показа породы лошадей. Вот там можно водить лошадь по кругу и голосовать, какая лошадь красивее. Но если это женщина, нельзя так поступать. Это ее оскорблять и унижать. Однако весь мир продолжает это делать с важным видом. Да еще превращает это в праздненство. А на самом деле это горе, а не праздник. Или весь мир впадает в излишнюю строгость с забиванием камнями по формальным мотивам. Ах, она обнажена. Да и все на все по поясу, оказывается. Да. И все это неуместно в цивилизованных странах, где есть все государственные охранительные структуры. А ведь всем должно быть известно одно из важнейших положений ислама. Лучше 77 раз нарушить интересы Аллаха, приставая пред его судом, чем один раз нарушить интересы одного человека. Почему? Потому что Аллаху невозможно нанести ущерб. Он велик и всемогущий. А человек беззащитен, и ему можно нанести ущерб. Но он создание Аллаха. Нельзя делать плохо его создание. Или другое важное положение ислама все забывают. Надо судить в этом мире как? По книге Аллаха. Или судить по соне пророка. Но если и там, и там мы не находим подсказки, надо думать самому. Это тоже важнейшее положение ислама. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!